сегодня у нас 5 июня 2018 года это у нас утро вот и мод сегодня решили завести тесто на хлеб марина будет учиться на гид на булочки раньше заводила да ты там думал на куличе на раз вливается 5 кружек примерно литровых такой объем тазика чтобы тесто поднялось потом обычно мы используем сырые дрожжи так как у нас сейчас нету только одни сухие вот они быстродействующие вот и ван дернате посмотрел на 100 грамм сырых дрожжей используется 33 грамма сухих вот это быстродействующих немножко добавь потому что те пушки и полная вот сейчас вот в это дружи немножечко да 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 на муку потом намешаем нет мы полностью что заведем раз быстро действующие без опары да опара то только нужно для для свежих дрожжей как я понял тесто в любом случае поднимется опара ходит без опары опара она для чего делать чтобы быстрее все это происходит процесс раз быстро действие дрожжи тут не нужно обычно еще добавляем хотя бы ложку сахара то чтобы дружи быстрее действовали но здесь она не требуется вот ложку возьми ложку подай вот тут посмотри вот сахар возьми нет сахара сейчас не нужен я же говорю сейчас возьми только соль вот соленкой возьми не полностью возьми возьми там не одну ложку на друзей то есть как мне научил брат наш виктор савченко ложка соли без горки на литру воды то есть пять ложек только без горки без горки да даже соли на литру воды меньше еще меньше еще стихи что поменьше на литру то есть это 5 ложек надо до 5 ложек да 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 все еще конец каждый раз тряхивай что вы того вот все размешиваешь забирай все размешивай чтоб солью растворилась там внутри как только перестань а там эти гранулы значит размешалось уже все сейчас это руки чтоб сухие у тебя были потому что будешь муку насыпать там конечно все по килограмму тут я делаю на глаз . нет там это возьми это там мешки ты будешь туда налево выйдет на там мешок с мукой там мешки она лежит подай чашечку тебе надо ты руками прям будешь замешивать просто насыпай пока и обычно кислород что мешка а можно еще и той же мешать в начале в самом а можно не мешать это как называется разболтывает так венчик вечно подай ее там этот венчик должен быть вон там когда-то жидкая блинчик и пикини так можно ты ручки чистые ты кофту это сними будешь еще с мукой насыпать так что чтоб не касалась воды подними 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 чтюши высыпай поленька еще сюда не трепли насыпай молодец еще смелеть да пустей еще да я скажу когда хватит пока насыпаем обычно делается опару но сейчас опара не нужна раздражи быстро реагирует сейчас сразу будут русскую печь затапливать тут у нас русская печь тут уже вот там будет подлить ее еще вот она а тесто должно быть вот как на куличи да? ну плотно плотно да 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 ну я с куличами не знаю потому что я их не пек не знаю даже на куличи не на куличи я только хлеб имею пока ну вот лепешки до хлеб до блины есть тесто такое как раскатывать вот если вот оно такое не прилипает а есть пожиже так надо пожиже вообще заводят например второй раз уже когда поднимется это если сырые дрожжи да вот потом его там разминают в этом в тазике например или в какой-то емкости чтоб оно начинало уже отлипать от рук то есть вот такое тесто должно быть то есть плотно получается то есть замешать так плотно может даже может даже может даже это емкость маленькая получится может и хватит посмотреть ну сейчас долго промешивали я помню мешали аккуратно чтоб комочков не было все достаточно все достаточно ну что осталось только месить угу постепенно сначала это посмотри подожди 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 у меня было и моменты таки я тоже как-то это поленился промешать хорошенько там внутри оставалась мука не промешала но даже если жидкое тесто если его вымесить оно не будет крупно ну так вот куличины полтора часа где-то месили 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 вымешивали вымешивали такие были тесто вообще когда вымешено оно другое другое да? угу ну такая работа трудоемкая да всего надо применять вот хлебушек написано в писании хлеб укрепляет сердце человека очень полезно да и даже как-то без хлеба если начинаешь есть это уже чего-то не хватает то есть хлеб все-таки сытность передает любой продукт может надо есть но кроме хлеба хлеб всегда поднимется седону а сколько подходить ему? ну поднимется как поднимется шапкой станет так будем сразу по форме выкладывать один раз да да раз быстродействующий а так два раза то есть первая заводится опара он приподнимается немного потом заводит опять замешивается до крутого уже второй раз она поднимается в емкость поднимается подниматься несколько раз для того чтобы вот этого запаха не было поэтому ну не знаю мне так мне так научили то есть по-моему не зависит от быстродействующий или салют по-моему от этого не зависит мы сделаем на один раз я думаю достаточно будет раз мы сразу замешали полностью как говорится густой такой тесто пойдет как скажете ну я стряпал уже вот как раз в этом году постряпал один раз первый раз нормально вот что такое он какой-то у меня такой пористый вышел то есть я замешал жидковатое тесто пористый вышел давай полина то вместе с тобой не стряпал ничего да столько труда вложила молодец а во сколько лет она уже это начинала делать 10 10 если только начинала в 11 уже больше все по кухне по ванной нечего картошку он очистит тут же нельзя наверное ну это ради безопасности чтоб руку не порезала это только салаты крыши с разрешением только Игнатья сейчас ножом можно пользоваться так так конечно ножом пользоваться бывали мы в те годы привозили эти березы шкурить то есть чтобы на жерде березовой вот там ножами тоже дети пользовались шкурили ну только не маленькие такие как полина еще могут вот видишь какой стал тегучим это притча есть да женщина женщина замесила в тренеру луки ну ладно в принципе процесс понятен сейчас заканчивается вот так примерно тесто заводится ставится поднимается потом покажем следующий процесс как по форме складывать днем слава господа нашу иисус христу во веки аминь